Забудова 59-го микрорайона, больше ведомого у Гомельчанок-Шведская горка, почалась не дядя 3 года тому. Огольная жилевая площадь тут повинна перевысить 300 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день засталось побудовать еще 16 домов. В 2014-м завершение будовництва первого жилого дома у нового микрорайона. Раз в год и три месяца открытие автобусного маршрута. Еще праздник, как и месяц, початок работы первого гандрового комплекса. 59-й Гомельчанский микрорайон развивался достаточно гудкими темпами. И сегодня уже не все Гомельчане узгадают, что ранее тут находилась заболоченная территория. Иншая справа, что за новыми малявничными фасадами оказалось немало проблем. Улица Пенязькова, 21, жилый дом по таким адресе, в эксплуатацию сдали еще летом минулого года. Или до этого часу значная частка кватер не заселена, в поле дальники протягивают рамотные работы. Причина не только у необходности достатково значных затрат на проведение жилья у парадок, а не маленький термин, який спотреблющий, как будовники ликвидовали свои недопросовки. – Было даже такое, не считая каких-то трещин на стенах, что-то не выведено, что-то не сделано, но считая то, что эти квартиры мы покупали за свои деньги, мы все делали, хочется более-менее идеально, не было даже заглушек на подоконниках. То есть они же входят в комплект окна, правильно? Даже заглушек не было. То есть мелких недостатков было очень-очень много. Ну и устранялись они очень длительное время. – Была и самая распознанная проблема, за которой сегодня сутыкается большинство новоселов – великая вельгодность в квартирах. Будовники раучь больше часто отчинять в окна и больше активно выкористовывать оттепление, особенно подчас первой зимы. Разумцем в управлении капитального будовництва погаджаются. Эти проблемы выкликаны конструктивными недопросовками. Проектировщики еще на початковой стадии свято дома отмавляются от примусловой вентиляции по мешкальню. Не совсем доработана тема герметичности столярных изделий и работы вент-систем. То есть вент-системы у нас работают естественного побуждения. Принудительная вент-система – это достаточно дорого, и мы их на жилых домах не монтируем. Сустреча с жахарами новобудовли завершается заповниванием кировництва городского управления капитального будовництва разобраться с усими выказанными просьбами и принять меры по выправлению недохопов. Разом с тем, забудовщики агочевыць и свое бачення причин узникаючих проблем. Зараз значную частку товариства уласников узначалювыць люди, які в правилах эксплуатации жилых домов маюць минимальные веды по управлению капитального будовництва Перекананы. Для их необходно организовыць официальные курсы, які не будуть обмяжовыцца некакими занятками. Уречте, жилый дом – это складанный механизм. Кироватиким повинны профессионалы. Олег Сентюров, Юген Макеенко, телерадиокампания «Гомель».